Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Шакуров. И Светлана Ладина. Здравствуйте! Так получается, что на этой масленичной неделе мы последний раз видимся сегодня. И по тому тему, заданную заранее, предлагаем расширить. Ну вот так вот, стихийно, неожиданно. Мы собирались поговорить сегодня о хороших, добрых фильмах, которые стоит успеть посмотреть до поста. Что вы можете посоветовать? Что принесло вам пользу, поразило, запало в душу, заставило, помогло о чем-то задуматься? Но, кроме того, можем поговорить про масленицу, про блины и про прощенные воскресенья. Вот у кого есть что сказать на эти темы, звоните по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Да, дорогие друзья, звоните нам и сообщайте, как можно развлечь себя и близких, конечно же, культурно, в эти масленичные дни, помимо активного поедания блинов, сметаны и сырных блюд. Что наверняка все православные с успехом делают, и ваш покорный слуга, и Светлана. Не далее, чем вчера, мы отведали и продолжаем вкушать блины. Чего и вам желаем. Но, действительно, фильмы и благо, что... Давайте, Светлана, напомним, какие православные фильмы появились в последнее время на горизонтах, на экранах не только телевидения, но и в кинотеатрах. Что вспоминается? Что касается именно такой маркировки православной, сложно мне сказать, а вот что было бы действительно добрым и полезным, тут, конечно, тоже ответ будет субъективным, я сразу это подчеркиваю, я говорю не от имени телеканала «Союз», а от себя лично. Очень понравился фильм Владимира Хатиненко «Наследники», я его уже как-то советовала к просмотру, и кто-то его посмотрел, например, Анастасия Меркушина пишет, посмотрела по вашему совету, спасибо, в целом понравился, но мне показалось, что замысел был шире, чем удалось воплотить в сжатые временные рамки фильма. Да, замысел там глубок, но реализация тоже вполне достойная, с моей точки зрения, спасибо, Анастасия. Вот, что мне удалось посмотреть в последнее время, что можно было бы вот с чистой совестью рекомендовать. Посмотрели мы с мужем фильм «Шпионский мост» с Томом Хэнксом в главной роли. Кто-то может оценить его как фильм о временах Холодной войны, ну, безусловно, антураж такой, фигурирует и Пауэрс, которого сбили на Цвердловском, и наш Рудольф Иванович Абель, которого на этого Пауэрса обменяли, но на самом деле фильм больше о достойной человеческой позиции. А позиции «делай, что должно и будь, что будет». Там есть замечательные моменты, которые просто тебя учат нравственному поведению. Вот учат не назидая, а просто давая такой пример. В общем, есть на что ориентироваться, когда встанет выбор. Идти против ветра, хотя это опасно, затруднительно, сопряжено со многими сложностями. И даже средством для жизни. Или плыть по течению. Ну, вот, собственно говоря. Христианская мораль присутствует. Безусловно. Мне посчастливилось, не буду делать рекламу, сходить на американский фильм с известным красным человечком. Ну, я бы сказал так, я взял своих детей, чтобы у врага знать лицо. Вот, и я понял, что там, за рубежом, ничего не изменилось. В России лучше. У нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Волгоградская область. Меня зовут Сергей. Здравствуйте. Приятно. Слушаем вас. Вот, я хотел бы порекомендовать нашим зрителям посмотреть фильм, ну, не знаю, может быть, многие видели «Остров» Павла Лунгина. Великолепный фильм и очень чистый. Вот, поэтому я хотел порекомендовать, чтобы вы тоже порекомендовали всем остальным зрителям. Обязательно посмотрите, если кто не видел. Спасибо, Сергей. С удовольствием к вашей рекомендации присоединяемся. Действительно, «Остров» – это вот какой-то такой фильм на все времена. И многие говорят, что благодаря «Острову» люди, так скажем, приблизились к церковной ограде и стали открывать новые смыслы для себя в православии. Снят, действительно, актеры, актеры, это же очень сложно, вот многие герои, главные в том числе, там, каждая роль действительно пережита и с большим трудом, видимо, отдавалась сама эта картина. Но она заслужила должную популярность. Но это не свежее, опять же. Ну и что, что не свежее? У нас же нет задачи сейчас навпечатляться так, чтобы потом, во время поста, мы должны были так трясти головой во время молитвы, отгоняя все вот эти вот образы, которых у нас и так будет... Да, и у нас есть еще совет, да? Совет не только по фильмам, но и по книгам. Вот Александр Медведев, наш постоянный зритель, пишет, советует книгу «Флавиан», и «Флавиан. Жизнь» продолжается. Тоже, действительно, прекрасное произведение, с радостью перечитываем. Звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышите, да? Слышим, да. Как вас зовут, откуда вы звоните? Людмила Александровна, очень приятно. Да, Людмила Александровна, я слышу. Мне очень нравится фильм «Поп», я его смотрела уже несколько про остров, конечно, говорить нечего. Это мой любимый фильм, один из любимых «Поп» и «Настоятельный» – неплохой фильм. Там тоже мне очень нравится. Бывший такой крутой стал «Настоятелем», тоже хороший, очень. Вот я, например, рекомендовала. Я с удовольствием смотрю эти фильмы по несколько раз. Но больше таких вот особо православных я не видела. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо, Людмила Александровна, вас тоже. Вот Екатерина Уайт, наш очень вдумчивый зритель, очень вдумчивый участник обсуждений, пишет. «Я считаю, что христианские или просто хорошие фильмы стоит посмотреть, тем более глубокие. Можно посмотреть и в пост, Катя считает. По крайней мере, тем, кому тяжело весь пост без этого обходиться. Я смотрю, причем христианские – это не только православные. За последнее время почти не было фильмов, которые впечатлили бы. «Битву за Севастополь» посмотрела полностью недавно, к 23 февраля повторяли. Раньше, когда показывали «Ко дню победы не смогла», он впечатлил, считая его лучшим фильмом года из наших картин, которые я смотрела. Очень жаль, что ему премии не дали. Ирей Сан, «Исповедь самурая». Понравился, но не сильно. А мне вот сильно понравился и рекомендую, если вы намерены сейчас что-то посмотреть. Действительно, стоит его найти в интернете, он есть. Не так давно посмотрел одну из версий «Грозового перевала». Очень понравилось. Том Харди играет, очень харизматичный. Честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Дальше. Фильмы «Спеши любить», «Излечить страх», «Просветитель Луковойна» и Синецкого. Конечно. «Исцеляющая любовь», «Огнеупорный», «Авиатор», «Форест Гамп», «Искусственный разум», «Притчи», «Маленькая принцесса», «Хроники Нарни», «Бесы» Владимира Хатиненко. Ну, вы понимаете, да, что голосом начинаешь выделять, когда полностью согласен и разделяешь вот эту вот положительную оценку. Мини-сериал «Любовь за любовь», «Идиот» Владимира Бортко, «Братья Карамазова» новая версия и много-много-много чего еще, друзья. Ну, наверное, даже этого списка достаточно для того, чтобы из него можно было что-то выбрать. Да, и Катя дополняет. Из документальных фильмов меня поразил «Форпост». Еще очень понравились «Дорога любви», «Лампа не гаснет». Спасибо, Кать, что вы с нами. Да, ну, на самом деле «Форпост» тоже фильм на все времена. И вот это как раз «Освященник», который усыновлял много-много детей. Есть замечательный клип Юлии Славянской с песней «Тогда, но много», а кадры-то использованы из «Форпоста». И это вот любовь, которая там просто лучится с экрана. Это, конечно, что-то очень заразительное. Хочется хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, немножечко хоть соответствовать. Ну, действительно, Екатерина практически дала подробнейший анализ. Все последних и не только последних киноновинок, которые можно, да, посмотреть. Дмитрий, к вам вопрос. Валентина Щурова. Я люблю фильм «Марвел», но про красного человечка вашего, это я уже говорю «вашего», извини. Отворачиваясь смотрела трейлер и все. Смотреть такое не буду. А вашим детям сколько лет? Девятнадцать. Детям? Девятнадцать и шестнадцать. А, ну так это уже не маленькие. Нет, я специально, как бы, изначально, ну, как бы, форсировал. Я знал, на что иду. Вот. И я и говорю, что врага знает лицо. И сидел с детьми, конечно, мне где-то было... А дети как оценили? Как дети оценили? Да, ну, оно, на самом деле, чем еще в чем... Здесь же макаринский ход. Это традиционно, как и Макаренко, он сподвигал на некоторые взрослые вещи своих воспитанников, вот, и давал оценку. Так и тут. Ну, как оценили? Я понимаю, что среда где-то в чем-то вот близкая, где, в чем обитает сейчас молодежь. Ну, по итогам, конечно, легкий анализ этому был дан. Но я не мог тоже менторским тоном сказать, что а-ба-ба-ба-ба, там, и так далее, и так далее. То есть, ну... То есть дети должны были сами выводы сделать? Да, я послушал их комментарии, ну, вот, как-то так вот... Сказал свое отцовское слово. Нет, оно не было веским, но я думаю, что по интонации, по мимике они что-то поняли. Дмитрий Чесноков пишет, Сталинград, подлинная история с немецкими комментариями, однозначно. Спасибо, Дмитрий. Сережа Добряк ходил недавно в кинотеатр на фильм «Чемпиона», основан на реальных событиях, очень впечатлил. Полина Пимонова советует к просмотру фильм «Чем люди живы». Смотрела несколько раз, очень нравится, поучительный. Полина, спасибо вам. Это вот у нас в ВКонтакте, сейчас прибывают комментарии. Спасибо, друзья, что вы откликаетесь. Маришка Егошина, здравствуйте. Я бы в пост посоветовала посмотреть фильм «Память смертная». Это документальный фильм, режиссер Галина Царева, очень укрепляющий вере и бодрящий фильм. Спасибо вам, Маришка. И на Фейсбуке у нас тоже есть комментарий, но у нас... У нас звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина, Семеновская область. Здравствуйте. А, вы знаете, вот слушаю вас сейчас, в вашу программу, вернее, смотрю, и хотела бы сказать, что мне очень понравился фильм, документальный фильм «Почаев». Я смотрела его не один раз, и меня, действительно, он очень поразил, даже больше, чем фильм «Остров». Ну, документальный фильм. Документальный «Почаев». А «Почаевский лаври»? Да, то есть, как художественный фильм, там, в детстве. Ну, прям очень красивый, и мне, вот, на самом деле, понравился. Я рекомендую. А вы его как смотрели? В интернете, на каком-то ресурсе, где вот как? В интернете, да. В интернете, на ютубе. Спасибо большое. Ну, я думаю, что да, нашим зрителям мы воспользуемся, вашим советом, и зрители найдут фильм «Почаев». На фейсбуке Таня Якимова посмотрела фильм «Лучшее предложение». Фильм поразил своим глубоким смыслом, прекрасной игрой актеров, красивой музыкой. Интрига, антиквар, обманным путем скупает картины подлинники в свою коллекцию. И приходит час, когда он сам попадается на удочку мошенников. О чем фильм? О возмездии, о страстях. Вечный сюжет, гений и злодейства. Еще много всего можно увидеть в этом фильме. Рекомендую. Спасибо вам, Татьяна. Я, кстати, совсем забыла назвать фильм. Мы его как-то уже во время обсуждения упоминали давным-давно. «Жизнь прекрасна» Бенита Бенини. Это просто шедевр. Это фантастика. Вот Катя Уайт пишет. Про какой фильм говорил Дмитрий Шакуров? Уже расшифровывай давай про человечка, пожалуйста. Вы позвоните, я вам за кадром... То есть не будет рекламировать. Ну, «Человек-паук» какой-нибудь. Вот этот опять всегда на афишах. Здравствуйте, у нас звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня по поводу прощенного воскресенья сложились вот такие вот стихи. Меня зовут Ирина из Ярославля. Очень приятно. Читайте, пожалуйста. Можно прочитать, да? Да, пожалуйста. Воскресенье прощенное, с преклоненной душой и с надеждой на спасение сотворю поклон земной. Как преподукт твоей я милости, о прощении помолюсь и слезами покаяния многогрешное зальюсь. Свет. И самой мне всех простить. И с наступающим прощенным воскресеньем. И с наступающим прощенным воскресеньем. Всего вам доброго всем. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Спасибо. Но вот стихи, которые могут лечь. Мы же не только общаемся со зрителями, но и с кинематографистами. Ирина Рюка, кто-то у нас сейчас смотрит из режиссеров, сценаристов. Стихи, которые могут лечь в основу будущего, сценарий будущего фильма. Так, у нас еще сообщение. Анастасия Миронкина, отец Матфея. Советую посмотреть новый фильм. Есть на сайте православные фильмы. Ну и дальше идет обсуждение. Друзья, спасибо огромное. И спасибо, просто низкий поклон, Ирина из Ярославля, которая напомнила нам о более важном, чем фильмы. Хотя и фильмы тоже могут помочь примириться, если это было нам сложно. Но поскольку мы с вами не увидимся ни в само прощенное воскресенье, ни накануне, я прошу у вас прощения за себя и за своих коллег. С вами были Дмитрий Шакуров. И Светлана Ладина. Простите нас. Программа «Честное мнение». До свидания. Продолжение следует...